Сегодня президент Республики Узбекистан Шавхата Морзиёева доложена о планах по развитию спортивного образования и проведению международных соревнований. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все детально продумано. Целевые ориентиры определены в программном документе стратегии Узбекистан-2030. Это, к примеру, доведение до 36% доли населения, привлеченного к занятиям спортом. Создание не менее чем в 5000 махалей спортивных площадок. Доведение числа молодежи, регулярно занимающейся в спортивно-образовательных учреждениях, до 1 миллиона. Достижение занятия места среди сильнейших 15 стран в Олимпийских и Паралимпийских играх. В государственной программе по реализации стратегии Узбекистан-2030 в год поддержки молодежи и бизнеса поставлена задача по привлечению в 2024 к массовому спорту 10 миллионов человек путем организации марафонов и соревнований по таким видам спорта, как бег, футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы и борьба. И мы видим, как в нашей стране последовательно развивается спортивная инфраструктура. Создаются условия на уровне международных стандартов. С учетом этого в FIFA принято решение о проведении чемпионата мира по футзалу в этом году в нашей республике. Соревнования будут организованы с 14 сентября по 6 октября в городах Ташкенте, Андижане и Бухаре. В них примут участие 24 сильнейшие команды мира. Ожидается прибытие высоких гостей из стран-участниц и более 30 тысяч болельщиков. Ответственные лица представили информацию о подготовительных работах, планах, спортивных и культурных мероприятиях. Для проведения чемпионата на высоком уровне решено создать организационный комитет под председательством премьер-министра. Как известно, в Ешнабадском районе столицы возводится Олимпийский городок. В следующем году там пройдут летние азиатские игры среди молодежи. С целью эффективного использования Олимпийского городка в дальнейшем планируется размещение в нем Государственной спортивной академии Узбекистана. При этой академии будут также созданы научно-исследовательский институт физической культуры и спорта и институт повышения квалификации специалистов. В структуре академии откроется научно-практический центр спортивной медицины, информационно-библиотечный центр, а также центр изучения истории Узбекистана и иностранных языков. С 2025-2026 учебного года академия начнет обучение по трем направлениям бакалавриата и шести магистрским специальностям. Выпускникам академии будет выдаваться тренерский сертификат на шесть лет. Выпускники Олимпийского и Паралимпийского колледжей будут приниматься сюда сразу на второй курс. Исходя из этого, ответственным лицам поручено организовать кафедры и учебные программы на основе передового зарубежного опыта, а также привлечь высококвалифицированных специалистов. Еще одной новостью в сфере спортивного образования станет создание школ мастерства по курашу. Кураж – наша многовековая традиция и национальный вид спорта. В мире этим видом занимаются 30 миллионов человек. В Узбекистане 30 тысяч человек профессионально, еще больше на любительском уровне. В связи с этим планируется открытие школы мастерства по курашу в каждом областном центре. В школе мастерства будут обучаться 140 учеников по итогам конкурсного отбора среди детей 5-11 классов. На презентации также был представлен отчет о ходе подготовки к Парижской Олимпиаде. Наши сборные активно готовятся к этому престижному соревнованию, проводя целевые учебно-тренировочные сборы за рубежом. Важно отметить, что наши спортсмены впервые завоевали путевки на Олимпиаду в таких дисциплинах, как футбол, прыжки в воду, стрельба из лука и вольная борьба среди женщин. Впереди стоит задача получить еще больше путевок и достойно выступить на Олимпийских играх. Руководителям страны сегодня были заслушаны основные направления, касаемые как массового спорта, так и специализированного спорта. Мы знаем, что в этом году впервые мы проводим чемпионат мира по футзалу. И нужно сказать, что 24 страны, они в больших спортивных состязаниях получили право участвовать. И Узбекистан получил право не только как хозяин турнира, но и то, что мы среди более 100 стран, занимающихся футзалом, занимаем 11 место в ранкинге. На сегодняшний день представили презентацию по видению, как будет проходить чемпионат мира по футзалу. Президентам были даны отдельные поручения по высокой готовности многофункциональных спортивных комплексов, которые построены в Бухарии и Андижане, подготовке инфраструктуры, волонтерского движения. 26 мая будет жеребьевка этого чемпионата в Самарканде, в Регистане, которая будет транслироваться в прямом режиме более чем на 120 стран. Мы ведем активную подготовку по проведению чемпионата мира по футзалу, который, как все знают, начнется 14 сентября этого года. Президентам заслушаны вопросы по спортивной академии и научно-практическому медицинскому центру и научно-исследовательскому институту спорта, которые будут базироваться на территории олимпийского городка, который строится на территории Янге-Узбекистан. Президентам заслушаны вопросы по строительству и даны соответствующие поручения, как будет работать эксплуатация этих объектов, которые будут построены и введены, как будет работать спорт, как будет работать образовательный компонент. Руководителям страны даны конкретные поручения по скорейшему завершению строительства, использованию новейших технологий и дальнейшему развитию не только для азиатских игр, но и впоследствии для чего будут служить построенные эти объекты. Также были даны поручения президента и заслушаны отчеты по проведению Олимпиады пяти инициатив, в которой очень большое место занимает и спорт. В прошлом году мы достигли участия до 30 лет нашей молодежи 6 миллионов 200 тысяч по 11 видам спорта. В этом году президентам даны поручения довести их до 10 миллионов. Казалось бы, очень сложная цифра, но уже сейчас мы с агентством по делам молодежи и с почти 10 тысячами нашими лидерами молодежи в Махалях совместной работы достигли того, что к настоящему моменту желающих только неорганизованной молодежи от 16 до 30 лет 4,3 миллиона. Наша молодежь уже зарегистрировалась, а 2 миллиона 700 тысяч уже приняли участие в таких видах, как легкая атлетика, настольный теннис, шашки, шахматы, армрестлинг, стритбол, воркаут. И сейчас проходит в мае месяце под эгидой Кубка службы государственной безопасности мини-футбол, который в этом году мы распространили и на мини-футбол и среди девушек, и среди юношей, и большой футбол. И если в прошлом году цифры были 290 тысяч участников, то в этом году они уже более чем 430 тысяч. Я думаю, что ту задачу 10 миллионов до конца года мы доведем, потому что у нас остается вузовский спорт, 214 наших университетов, в том числе и негосударственных учреждений, это система среднего специального профессионального образования, это школа, где учатся с 1 по 11 класса дети, которые тоже будут заниматься. Даны конкретные поручения по безусловному исполнению этих задач. Также в 254 школах у нас на 1 января на постоянной основе по в основном олимпийским видам спорта от 13 до 20 в различных школах принимали участие 370 тысяч, то сейчас мы уже к маю месяца увеличили их на 180 тысяч постоянно участвующих. И задача довести их до конца года с помощью и негосударственного сектора, частных спортивных клубов, постоянно занимающимся спортом, это селекция, которая дает потенциал для спорта высокого мастерства, до 1 миллиона эта задача тоже была доложена и дана соответствующим поручению президентам стран.